ну как сказать не не сильно конечно мы прям но в принципе держимся пока да на на глюкозе всем привет дорогие друзья вы на канале пока шеварим это обзорище и сегодня у нас на обзоре высушенные половинки абрикосов без косточки кафе урюк да ребята кафе урюк вообще в моей жизни достаточно активно принимал участие в том плане что во первых они есть недалеко от меня во вторых они часто мне попадались третьих мы практически как-то зашли на обзор бизнес-ланча в их кафе в т.ц. европейский но мы туда не пошли потому что их бизнес-ланч представляет из себя просто меню просто со скидками это скукотища вообще мы не стали заходить но тем не менее доставка урюк добралась до канала пока шеварим заказ то сделан но привезти нам сказали вы знаете нам я утром заказывал где-то наверное в 10 может быть пол десятого позвонили мне где-то пол одиннадцатого и сказали что привезут мне не раньше чем пол первого потому что ресторан открывается в 12 вот так вот позавтракать в ресторане урюк и тем более заказать доставку у вас не получится только все начинается от обеда и заканчивается видимо где-то глубокой ночью но тем не менее мы согласились пол первого нам должны привезти ждем ждем в предвкушении а вот ребята и урюк привезли нам ну не пол первого а в 40 минут первого без 20 час как бы вот но привезли привезли и что самый прикол мы сегодня снимаем два параллельно обзора пока снимали первый звонит вам дядечка давай сейчас вставим короче вам сейчас разговора это капец от это реально такая вот прям заботливая милота который я не ощущал очень давно в доставках вот и в итоге кстати ты сказал что курьер приехал ну так же но он также общался как бы телефону да почтенно и что он тебе сказал про хачапури по-аджарски говорит курьер говорит я больше все люблю хачапури по-аджарски тип это не алло здрасте сергей ресторан урюк ну как сказать не не сильно конечно мы прям но в принципе держимся пока да на на глюкозе спасибо огромное спасибо ну да будем ждать если чуть чуть позже тоже не страшно хорошо спасибо большое спасибо вам за прикол вот так да все три пакета подожди три пакета да давайте сейчас посмотрим по температуре шустренько так смотрите чё по температуре ребят с учетом времени доставки 31 градус хачапури по-аджарски сразу нет ну как так то хотя выглядит неплохо но 31 градус блин все остывшие оно все холодное нет то есть это судя по всему горячие блюда о хоть что-то теплое смотри тут есть какое-то какое-то ощущение тепла отсюда идет что это это суп давай хоть посмотрим ну тут от градусов 38 есть 40 даже наверное 46 градусов хоть что-то горячее так шаурма просто не знаю поверьте мне как вам показать что она холодная он она шауха и она 25 градусов реально она холодная на холоднее температуры тела так это просто огурцы блин для огурцов смотри какая коробка я в шоке маринованные огурцы и вот такая коробка и я за это плачу что не так с вами урюк нет новый ресторан чайхана все дела и здесь огурцы смотря не сколько потратили на на порезанные огурцы почему сколько в один не сложить сложите малосольные огурцы в один сэкономьте вы природу мать вашу а вот это да в общем все по температуре полный неут нет тут еще есть вот смотрите тут явно хинкали я заказывал хинкали и манты здесь явно хинкали и манты это все холодное внутри там шашлык шашлык 28 градусов вам по кайфу такой шашлык есть мне нет ну в общем печаль короче есть очень странная история в ресторане урюк то что они неожиданно ресторан урюк это же чайхана узбекская то есть там плов вот это все вкусное да суши роллы я такое перри пересмотрел хотел страницу f5 перезагрузить не суши роллы там есть ограничение по зоне доставки если урюк возит в принципе по москве то суши роллы возится по каким-то там не всем локациям вот видимо сушистый есть не везде но это странно но с другой стороны это интригует да блин как же хорошо они тратятся на на упаковку я извиняюсь здесь все что нужно подпись урюк комплектация для доставки возится вот в таких холщовых мешочках вот откуда цены ну вообще круто конечно то есть в плане упаковки это капец какой лакшери вы посмотрите ultimate fresh природа вырастила мы лишь приготовили но приготовили идеально ресторан урюк химки улица молодежная дом 8 вот оттуда то нам и привезли урюк вообще принадлежит антону винару это сын ну как сказать пасынка алишера усманова то бишь это сын его жены короче вот тип такого да и ирина винар а ирина винар это уважаемая тренер блин забыл слово тренер тренерша звучит как-то не так в общем вот такая вот история в общем мы сейчас немножко приобщаемся так сказать добавляем добавляем денег в казну семьи миллиардера хотел сказать тьфу на вас но но не буду это не в тренде так напиток мы еще кстати ну слушай но напиток чем мерить ребят тут лед тут прям лед это маракуйя с чем-то там класс я думал как мы много заказали мы заказали на 6000 рублей а вот они и легендарные роллы от ресторана урюк на 6000 рублей я просто завален коробочками и причем стопудово в половине этих коробочек что-нибудь не еда типа какие-то ништяки типа огурцов да вот они не ну реально огурцы стопудово еще огурцы а нет лук и при всем уважении при всем уважении огурцы давай-ка еще случайно тут не огурцы нет нет при всем уважении серьезно это конечно круто что вот так вот все по отдельности все упаковано вот эти баночки ну нахрена ну нахрена соленые огурцы в разных упаковках в одну свалили все нормально типа ну ладно я даже не знаю можно использовать сюда саморезов 6 сложить я не знаю без жалко будет выбрасывать после этого обзора давайте по комплектации да это то что как бы дополнительно к еде дополнительно к еде у нас куча соусов просто неимоверное количество соусов ко всему видимо чему что только можно немножко вот вымокли еще соусы прям вот наложено то есть тут 6 тут 4 и того 10 тут еще соевые соусы 2 ну и сама вот это ну просто анбоксинг необходим в этой ситуации я считаю вот так вот комплектуется чайхана урюк хорошие вилки хорошие ножи качественный пластик не дешманский и этого всего много ночью скидка кстати 20 проц а про скидки я не сказал приятный момент относительно того что я заказал изначально под 7 косарей мы заказали потом при звонке мне девушка сказала что вы первый раз заказываете поэтому вам положено скидка 20 процентов поэтому первый раз любите заказ сэкономите то есть в принципе по цене и даже по количеству идей я ну как бы сначала микрошу дорого но со скидкой вроде бы и не так полиграфия сушная полиграфия куча палочек хотя я всего заказал 22 ролла и нам дали пять палочек потому что я как всегда заказываю на пятерых в общем по комплектации нормально по салфеткам вот они индивидуальные в этих штучках лежат в общем и целом все хорошо прекрасная маркиза все хорошо все хорошо и теперь просто вот просто давайте посмотрим я сложил смотри пока покажи эту башню башня гребаная пиза ты посмотри это еще я не стал классе огурцы высоту она бы мне в потолок уперлась но кстати вы расперла бы и не упала тогда мне кажется достаточно много конечно мы заказали что тут спорить 1 у нас шурпа козы карин шурпа суп из белых грибов 350 граммов 30 граммов еще что-то видимо ложка а ну 353 ну прям вот как должно быть и ложка то у нас есть ложка есть а что еще к супу я не очень понимаю что сметана сюда идет или что с чем подается этот суп грибной суп вау тут действительно поистине нормально ну как нормально тут капец сколько грибов я люблю грибные супы и ты знаешь тут не шампиньоны тут афи тут белые это очень богатый суп за 450 рублей но вы скажете это же суп 450 рублей давай попробуем блин он очень жирный конечно поистине грибной суп нет вопросов но жирноват честно скажу мне наверное скорее не понравилось чем понравилось мне очень понравилось количество грибов очень грибной вкус но мне не понравилась вот эта жирность она видна даже на на вот видите да на крышке то есть прям такая масленность прям масленность вот этого бульона как будто жарили все но я понимаю нет я отдаю себе отчет какую кухню сейчас на какую кухню я делаю обзор там все должно быть масляной огромное количество масла все жирно все круто но пожалуй нет и за 450 рублей я бы брать себе не стал ну давайте прям башенку будем а подожди у нас есть еще шавуха давай второе что мы посмотрим это шаурма шаурма с курицей сочная куриное филе со свежими овощами в хрустящем лаваше подается с домашней аджикой 390 рублей 230 грамм шаурма 390 рублей по моему в чайхане номер один даже дешевле 280 граммов а должен 230 и подается это все с аджикой то есть здесь мы еще из этого комплекта соусов мы можем себе взять какой-нибудь аджики понять бы еще что из этого аджика но похоже вот это вот похоже или это социбели это на социбели похоже учитывая что действительно наверно сложно разгадать эти соусы аджичка да душа кстати тут хорошо то есть есть у нас есть шашлыки уже холодные кстати сейчас возможно закинуть в духовку на 50 градусов пусть подогреваются очень хорошо что есть соус и так шавуха которая по весу нормальная хорошая удобная упаковка смотри а а не тут надо до конца доделать а потом только снимать а ну давайте ну ну то есть и вот она пополам сломалась ломается пополам то есть вот по структурке хованский бы поставил конечно не очень хорошую оценку так ну давай попробуем сначала шаурму как бы как есть да без соуса в общем ребят это понты серьезно мясо как мясо огурцы как огурцы соус как соус нормально достаточно нежненько в отличие от вот этой яркой соленой шаурмы у метро это такой ресторанный изысканный тоненький вкус на прикольно подходящая аджичка носка 390 рублей это это цена неадекватно этому продукту хоть новиков не и уготовить хоть лански хоть кто угодно ну 390 рублей перебор короче то есть моем понимании шауха все-таки это фастфуд она не должна стоить столько она вкусная не вопрос но денег своих она не стоит просто тупо мое мнение вот такое вот потребительское мнение не стоит все но учитывая что у нас вот этих огурцов огромное количество я хочу попробовать реально попробовать огурчики это маринованные огурцы то разные по ходу они одинаковые какие-то странные огурцы они как будто бы перемалосольные вот такие вот знаешь слишком слишком соленые немножко с уксусом и короче странные то есть одновременно это недомаринованные и перемалосольные но еще не до соленые короче ладно что у нас следом идет давай посмотрим у нас тут это просто сюрприз за сюрпризом будет потому что так не отличишь это порция шашлыка что вы понимали вкусно пахнущего очень вкусно пахнущего шашлыка я кэш извиняюсь я ничего не хочу сказать но чё то чё так мало понятно что я мог на граммы посмотреть это что такое у меня интересно что я заказал шашлык из телячьей вырезки вот шашлык из телячьей вырезки маринованный по ташкентскому рецепту окей мне вот вторая часть ни о чем не говорит а телячья вырезка говорит да 79 граммов ну да типа действительно оно должно весить 80 граммов но конечно когда заказываешь шашлык ты несмотря даже на свою информированность а граммах этой порции ты не ожидаешь увидеть столь небольшое количество шашлыка стоит между прочим триста семьдесят рублей триста семьдесят рублей ты отдай пожалуйста вот за такое количество мяса ладно давайте сейчас по мангалу пройдемся а макать наверное макать я я бы прям в аджичку бы и макал давайте действительно вырезка телячья видно что маленькая такая прям нежная нежная прям это вам не мощная говядина выросшая просто идеально вкусное мясо серьезно она даже остывшая она очень вкусно все нам дадут кориандр прям чувствуется прям отличный шашлык нет вопросов но мало все бы с ним было хорошо если бы его было хоть так чтоб поесть а его нет ну так правильно правильно вы скажете купи себе там три порции и будет у тебя 300 граммов как день этого днх да но более 80 80 80 граммов даже не 100 раз два три 4 5 шесть маленьких маленьких мизерных кусочков вау большой минус то что не подписанной коробки я не понимаю что там внутри и как это все раздавать так это чё это куриный шашлычок куриный вот вот здесь уже 110 граммов я смотрю должен весить 110 это уже не 80 хотя бы из это шашлык из филе а вот не весит кстати а вот и недовес пожалуйста они используют кусочки курдюка это прикольно для куриц прямо отлично то есть они дополнительно еще ну помимо того что жирность дают еще и аромат хороший или это это барашка вот товарный чек нам не дали 5320 рублей а посмотреть что мы все-таки в итоге заказали нельзя то есть что это за шашлык короче это определенно шашлык из барашка ты там и там курдюк поэтому сложно понять то есть привкус в принципе баранины он и там и там есть тогда по граммам нормально то есть если это телятина и баранина они все мелкие они все маленькие эти шашлычки и стоит кучу денег блин 300 узбечка кабоб 370 рублей 80 граммов ужас ужас вообще что творится и у меня в голове не укладывается но это вкусно нет эти ребята абсолютно тут прям однозначно умеют мариновать шашлык и жарить ну прям он действительно хорошо сделан и по соли и по специи все все классно я даже холодный его есть вкусно а это большой показатель ли да вот он куриный вот он блин как я там капец перепутал с курицей вот он должен 110 граммов весить да тут его видно что он прям его побольше действительно но 110 все равно не весят весят 100 то есть 10 граммов у меня winner отжал так давай попробуем вот здесь знаете в чем кайф тут кайф в том что у меня написано куриное филе а в нашем понимании куриное филе это филе грудки это умение это не сочно это сухо и прочее а здесь куриное филе но филе бедрышек об этом здесь не написано на сайте и как бы ты нормально то есть тебе хорошо от того что у тебя тут лучше чем ты ожидал это радует это радует чего у нас еще есть еще конь шашлык я по-моему заказывал кебабчики вот это все я люблю такое куриный кабоб на то бишь котлетки по нашему они делают вот в таком формате кругленькие кебабчики жареные на чертюзные вообще картошкой почему-то пахнет а я не знаю почему люля из курицы четыре штучки и на картинке так 250 рублей стоит 80 граммов должен есть такой неплохой неплохой формате люляшки я люблю о 107 смотри даже перевешено давай попробуем сейчас чтобы у меня меня хватило до конца обзора я все-таки буду наверно по половинке очень странная консистенция я не не профессионал там в шашлыке да но и в люля я как потребитель говорю сейчас я не рассказываю что я там сделаю лучше не я не сделаю лучше наверно очень структура такая она как ливерная колбаса короче вот реально как ливер опять такие посоли нормальные все вот это все неплохо сделано вот структура странная то есть здесь как будто бы больше использовано вот этого скучного филе грудки нежели добавлено какого-то еще красного мяса курицы короче нет куриный кебаб на удивление а я думал что он будет один из лучших он мне не понравился что у нас следующее блин сколько же деревьев убили они а вот чтобы вот это все мне запаковать я серьезно мне мне этого не надо то есть мне достаточно просто хорошей фольгированной упаковки все за глаза что у нас следующая а у это моя любовь ребята до сих пор я вспоминаю обзор на доставку манты man как это было вкусно блин это было шикарно это один из самых вкусных моих обзоров я ссылочку оставлю в описании пользуйтесь они реально готовят очень круто а и недорого а здесь смотри сто тридцать девять граммов стоит мантушка или мантышка да как это все а сколько оно должно стоить не ну кстати нормально сто тридцать девять я заказал две штуки каждая из я с барашкой заказал сто двадцать рублей стоит 60 граммов одна сто тридцать девять две да вообще нормально и кстати вот наконец-то раскрывается тема для чего нужна сметана или это да это тупо сметана то есть это не какой-то кисломолочный продукт похожий на сметану давай попробуем выглядят они прям великолепно то есть прям красиво как похоже на шлем который хочется срочно одеть на голову ладно распилим они остывшие поэтому боятся что там что-то вытечет не надо уже уже все остыло все впиталось по начинке очень хорошо смотри там даже бульончик еще все-таки есть я не буду добавлять никакой сметаны не надо это если вкусно будет вкусно и так круто это очень дорого 120 рублей за штучку но это очень вкусно прям действительно вкусно все классно по лука сладкого вот этот привкус лука там великолепно мантам пятерка просто пятерка красавчики урюк просто красавчики я еще кстати заказывал хинкали вот причем наверное хинкали все-таки были с баранины здесь судя по всему это телятина а вот это наверное хинкальки мне подошли нет сюда да это вторая моя любовь точнее даже это наверное первая моя любовь все-таки если спросите меня что я больше люблю хинкали или манты то я все-таки выберу хинкали потому что вот где поистине есть сок не в остывших конечно так это хинкали давай понеслось хинкали знаете как есть прям руками вот так я знаю что хинкали готовят иногда и с рубленым мясом в отличие от мантов иногда готовят с фаршем честно меня разочаровали эти хинкали по той простой причине что здесь ну то есть не чувствуется вот мясо как мясо то есть понятное дело что скорее всего там используется фарш не не рубленое мясо в отличие от манты кстати а здесь какой мне тут про я просто кайфанул и все неважно даже какое мясо там но тоже похоже что фарш фарш но на крупной решетке здесь-то тупо фарш и я сейчас не пытаюсь показаться умным просто я пытаюсь объяснить почему мне эти хинкали не понравились потому что вот структура начинки она как вот тут как котлетка вот все короче я сформулировал то есть тупо котлетка понимаешь тесто воздух немножко бульона и котлетка в середине лежит это не так кайфово как я бы хотел хинкали от меня точно нет мне кажется настало время попробовать уже вот этот манго маракуйя или что там у нас да лимонад маракуйя с лаймом пюре маракуйя лист лайма вот так вот пахнет пахнет нормально опробовать то я как должен отсюда что ли из горла сейчас да я перемешаю хотя бы глотну тогда отсюда я хочу все перемешать о давай попробуем стоит 640 рублей литр не знаю как этот напиток относится к узбекской кухне не правда вкусно вот эти вот тропические ароматы или наверно тропические нетипичные для нашего для нашего сознания они хороши иногда ну так вот раз чувствуешь маракуйя щек стать очень люблю собу и главы продается магазинов стеклянных банках со главы очень вкусный заразы вот иногда хочется иногда такое хочется это конечно не дешево 640 рублей но ты знаешь вот если ты идешь там а понятно ты идешь там в ресторан урюк если ты дофига богатый либо если у тебя какое-то событие а когда у тебя какое-то событие это пожалуй хорошо угоститься чем-то таким вот что ты не ешь каждый не пьешь каждый день и вот это заказал бы я до заказал бы вкусно зараза вкусно гораздо вкуснее чем хинкали чего на следующее сделали мы перерыв на напиток это радует следующее у нас урюк предлагает мы не узнаем заранее просто нет никаких надписей вот она овощной кебаб ребята он денег стоит вы думаете вам продадут овощи без денег вы чё это стоит денег это стоит между прочим немалых скорее всего денег то что это урюк 340 рублей 175 граммов но спасибо хотя бы что нам тут по весу более-менее нормально положили да ну вот это душевно смотри какие овощи под запеченные до цукини баклажан лада седан смотри перец лук все так и главное главное сарика клево сделано то есть она не не превращено в варенье класс чувствуется вот такой привкус углей типа да и и при этом это не сварено в слюне боже мой цукини какой вкусный цукини но цукини может быть не дожаренный а баклажан то лучше дожаривать давай баклажанчик а не ну это очень круто вот мне реально чего не хватает знаешь чем я недавно стал делать овощи и добавлять в них мяту здесь паприки насыпано тут чили перца насыпано тут все что-то насыпано но реально не хватает мяты сюда насыпать мяты и будет прям офигенный кстати помидоры ребята помидоры используют дорогие офигеть . да я покупаю понимаешь я понимаю понимаю что не дешево покупаю овощи и мне в итоге привозят овощи не с попыткой меня наколоть и продать мне дешманский помидор задорого а мне действительно в эти овощи положат классный помидор помидоры вкусные помидоры прям прям помидористы и не знаю где там фуд сити где вы заказываете классные помидоры я тоже там хочу заказывать баклажан вкусный все вкусно овощи действительно достойны внимания очень вкусно с плями работать эти ребята умеют сейчас мы еще посмотрим как они умеют с рисом и с циновками работать что у них с ролами честно смотрите но коробок очень много то есть разнообразие еды сегодня я прям действительно действительно боже мой самса самса с бараниной самса с бараниной которая должна весить тандырная самса по-ташкентской стелятиной ребята у нас странно она здесь четко треугольная а вот здесь по факту она как-то вот так вот нелепо может это другая самса какая-то так сто четырнадцать граммов да она такая ну типа она сто граммов так и есть чем у нас давай распилю ее наверное да чтобы посмотреть по начиночке а 5 вся 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 тесто тесто уже резиновое короче и даже хрустит немножко вообще-то ладно давай пробовать невозможно в общем слушайте но это отстой начинка вкусная а тесто на мой взгляд вообще отвратительно сделано видно что она слоеная все нормально но она типа какой-то резиновый такой прям совсем резиновая ну вообще не 195 рублей еще стоит вот эта фигня это первое блюдо которое мне прям искренне хотелось запить я большой любитель хачапури по-аджарски я поставил ее себе подогреться на очень сидящую температуру в духовку которая не должна была испортить ее вообще ни в коем разе хачапури по-аджарски 320 рублей 290 граммов без подложки набери пожалуйста вот ее как хочешь так и ешь а желток чуть не выпал так 238 да нихрена тоже не довешено хачапури по-аджарски я не знаю вот этот стиль заворачивания когда очень много теста я вот прям зуб даю что здесь не будет никакого сыра нет давал зуб а там есть сыр внутри поэтому претензии у меня снимаются так желточек уже конечно хотя вот еще смотрел как тянется ну-ка мне больше нравится все-таки хачапури по-аджарски когда вот нормальная лодочка вместительная знаешь они когда у нас хвостики ну давай вообще готовить не умеют для меня вот серьезно я ща в шоке как это чих она урюк но понятно хачапури все-таки это грузинское блюдо вообще да наверное этим все сказано то есть хачапури по-аджарски это просто вообще нет это тройное нет нет в 3 в минус десятой степени вот это все знаете понимаете очень невкусное тесто сыр окей сулугуни но очень такой куск куском понимаешь ведь в чем кайф хачапури по-аджарски вот давайте вот для примера один из хороших примеров хачапури по-аджарски это джон джоли грузинский ресторан джон джоли там делать прекрасную хачапури по-аджарски и там вот этот сырок он понимаешь он не куском лежит а он он тянется он увлажненный то есть они когда его натирают они с водой его перемешивают то есть тебя там пока он выпекается вода испаряется но сын при этом не высыхает не превращается в кусок здесь это просто полное днище такого вы мне скажете из-за того что в духовке лежала да нет просто она они готовить не умеют и и вот и все значит менеджментные не знает будьте высадить вам пофигу чё какая разница да я думаю хотя может я вас недооцениваю может действительно вы будете смотреть мой вам совет не знаю но заплатите денег там джон джоли пусть они вам покажут как готовить хачапури но это не хачапури это какая-то лепешка с сыром для которая стоит как как хачапури блин 320 рублей она стоит я уж не говорю про то что она недовешенная талан второстепенно так ладно все чё я барагожу а вот это наверняка должны хотят опять таки это грузинская кухня вот эти рулетики с бакла баклажаны все вот это больше наверное грузинская кухня они все пересекаются все эти кухни не разберешь это относится к холодным закускам рулетики из баклажанов никогда дешево не стоили здесь они стоят тоже не дешево 360 рублей а весить должны 150 граммов вместе с каким-то помидором 185 вот посмотри здесь вполне душевно здесь вот хороша сервировка у этого ресторана то что в одной из доставок я помню недавно было кстати тоже шашлыки где блин вообще ничего не было просто голое мясо да хотя по шашлыкам тут такая же история но зато вот смотри баклажанчики сервированы хорошо баклажаны с помидорами баклажаны там сыром с чем-то таким вот или сыра там нет я конечно люблю сыром да тут есть какой-то сырок смотри тип такой вот помидоры опять-таки судя по всему неплохие орешки до зелень должно неплохо быть по вкусу вау а здесь еще и баклажан пожаренный где-нибудь на гриле то вообще отлично во-первых денег своих не стоит во вторых все-таки ну не знаю многие будут со мной на и спорить тоже на тему что все-таки лучшая начинка для баклажанов это сыр это чеснок это идеальное сочетание это орехи и здесь вот не хватает как раз сыра блин вот был бы здесь сыра нормально было бы хорошо самый классный баклажан серьезно у меня на канале есть рецепт только когда канал открывался я снимал этот рецепт с баклажанами посмотрите баклажаны пока шеварим что-нибудь наведите или рулетики пока желаем найдете баклажаны сыром прям вот прям рулет я до сих пор готовлю именно так дома самое самое главное взять костромской сыр вот сколько раз проверял российский гауду все тоже неплохо но идеально подходит костромской все если честно я уже близок к провалу штирлиц давно так не был близок к провалу вот а у нас еще есть один кебаб и стелятины походу просто тупо пробуем вкусно но дорого но вкусно хорошо кстати в отличие от кебабов куриных к этому почему-то нет претензий относительно структуры неплохо давайте сделаем паузу пожалуй на суши роллы от компании урюк блин чайка на делает суши роллы вот это прикол и закончим уже долбанем потом по салатикам цезарь они тоже делают естественно слушайте ну вообще-то вообще-то неплохо выглядят они маленькие да то есть тут никто не заигрывает с тобой на тему размера но они как-то выглядят так вот структурно как-то да то есть вот это прикол черный волос вот этот волос это не мой не моей жены не оператора не собаки не сына не дочери это волос повара ресторана урюк даже видно вот он приклеен изнутри к к наклейке это неприятно это неприятно такого быть не должно урюк купите шапочек но я надеюсь они есть шапочки у вас но просто что-то как-то поаккуратно в общем мое мнение что это маленькие роллы маленькие роллы но я не могу назвать что что-то с ними не так давай посмотрим сколько они стоят вот гунканчики здесь по 110 рублей урюк берет не вопрос 110 рублей заплатил за такой маленький гунканчик почему нет например за угарь 375 рублей за сто восемьдесят пять граммов да вполне ничего а вот интересно давай сейчас посмотрим но тут вместе правда с этим 30 граммовым еще то есть 200 с чем-то должно быть да ну да нормально по весу ничего ну и маленькие филадельфии тоже они 495 рублей стоит кстати удивительно почему это филадельфия стоит дороже чем с угрюм филадельфия 200 граммов должна весить и плюс 30 граммов вот этот то есть тоже по весу более менее неплохо и соевый соус у нас тоже есть а имбирь и васаби у нас есть здесь в комплекте все целом стоимость рулов здесь она обычная вот то есть если по мясу не есть вопросы какого хрена стук то рула уже мы к этим ценам более-менее привыкли давайте отведаем серьезно я уже насытился так что вот смотрите обернут он целиком он маленький мне очень напоминает это ролл в мензо кафе он маленький но он обернут даже смотри то есть пять оборотов пять четверть оборотов понимаешь пять четвертых давай попробуем привкус хочется сказать привкус узбекистана я честно говоря не очень понимаю в чем тут странность этого ролла а странность она есть определенно точно ролл неплохие и нехорошие то есть вот такой вот момент сыр вроде вкусный вот внутри который лежит рис сварен плохо рыба более менее ничего короче взять можно взять можно не буду вас переубеждать то есть это вполне вполне сносно а здесь у нас с авокадо с угрём с икрой вот серьезно хоть убейте у меня ощущал как будто привкус плова ты знаешь типа если бы вот эти роллы стояли рядом в холодильнике с открытой чашкой плова здесь ролл открытая тут плов и там через день достать и они будут пропитались вот этим привкусом вот здесь ровно такие здесь и здесь одинаковое ощущение что здесь и здесь есть какая-то пропитанность я не знаю с чем это связано серьезно возможно это делают на одной кухне может быть как-то передаются ароматы то есть но ощущение действительно что здесь роллы с привкусом узбекистана я вначале эту фразу сказал потом подумал что чушь какая-то чая несу не сейчас с угрём попробовал и понял что действительно есть вот этот диффузия да как называется передача от одного тела другому это правда температура нет или объединение неважно короче в общем есть передача какой-то вот ароматов удачи гонгкан за 110 рублей тут соуса спайси вообще нет что-то вот видно то есть как будто просто угорь испачканный в майонезе вот так это выглядит опять привкус узбекистана блин ну точно не как это магия умрена то ужасно вантам отвразительные в общем я не знаю зачем заниматься тем но тем чем ты не умеешь то есть вот это очень странно а у тебя есть канал ты не профессиональный порт и показываешь как готовить еду ты тоже не умеешь это делать но согласен но я за это и денег не беру так то вот а если ты денег берешь за это и при этом ты дилетант дилетант дилентантище таракашечка букашечка то у меня вызывает вопрос невкусный гонгкан абсолютно соуса спайси там как будто не было и нет как будто это просто угорь с майонезом еще немножко дополнительно засоленный зачем-то короче нет роллом нет привкус узбекистана в роллах это очень странно я такой есть не хочу и не буду у нас осталось два салата это салат ташкент я реально я говорю очень бодро но я настолько уже переел в целом это второй обзор за сегодня все я вам пожаловался и дальше опять бодрость хоп у нас остался с салат ташкент короче салат ташкент и цезарь два салата салат ташкент это редька мясо и что там и лук еще обжаренный их очень тонко порезанная давай сначала сколько по весу да посмотрим 170 граммов салат ташкент должен весить а потом обсудим состав он 179 граммов весит гранат да все ребят салат ташкент а сколько стоит а стоит он 370 рублей 170 граммов капец адская цена я не знаю редька конечно не дешевый продукт вырезка конечно не дешевый продукт гранат тем более не дешевый продукт очень тут вырезки настолько немного тут редьки тоже настолько немного на 170 граммов общей сложности что цена очень странно и нормальный салат но честно я не знаю я готовлю когда салата вот такой сречкой называется у ташкент как хотите я его всегда готовлю почему-то с масиком а здесь просто какая-то заливочка. Типа оливковым маслом. И то не факт. 490 рублей. Ну, кстати, смотри, как выглядит круто. Салат ромена. Романо, да? Курочка. Вау. 196 рублей. Ой, граммов, а должен 225. Ну, по идее, с гренками, да? И по идее, с салатом. А по идее... Вот соус, да? Вот как-то соусы бы подписывать. Делишест-то написано, а вот к чему этот делишес относится, непонятно. И гренок, судя по всему, тоже нет. Вот этот вот соус очень похож на неплохой. Вау. Да ладно. Офигенный соус Цезарь. Вот, ребята, вот кто умеет делать, оказывается. Чиханаурюк умеет делать классный соус Цезарь. Не вопрос. Ставлю лайк определенно. То есть, по вкусу уже... Сейчас даже совершенно не имеет значения то, что я дальше попробую. Уже, в принципе, все решилось относительно этого салата. Классный... Классный соус. Но пармезана нет, конечно. Есть вот такой вот сырок. Ну, ладно. Это уже не важно. Короче. Определенно хороший салат Цезарь. Все. Я даже, видите, не попробовал сам салат. Хотя можно и попробовать. Ну, давай вот курицу с небольшим количеством. О, все. Идеальная проба. Белиссимо, ребята. Делишес. Отличный салат Цезарь, который хочется доесть. Огромное спасибо за то, что взяли денег и не обманули. Это действительно классный салат. С приятными помидорками. Отлично. Но это не отменяет того факта, что стоимость салата Цезарь вообще везде в ресторанах это просто неадекват какой-то. 500 рублей, конечно, это слишком дорого, но это вкусно. То есть вы возьмете за 500 рублей и вы поедите вкусный салат Цезарь. В некоторых местах можете заплатить и 600 и поесть невкусный салат. Салат Цезарь. Думайте сами, решайте сами. Ой, лимонад божественный. В общем, ребята, мы закончили дегустацию. Хочется перекреститься, серьезно. Это было непросто. Попробовать все. Давайте резюмируем после выставления оценок. Я думаю, что в принципе вы и так все поняли. Выставляем оценки. Давайте сайт прям смело опять. Офигенно сайт сделан. Серьезно. Перезвонили они. Ну, как бы да, перезвонили. Как бы поздно. Ладно. Да нормально все было. Тем более вот этот курьер звонивший. Вообще красавчик. Озвученное время доставки. Предупредили, что привезут мне. Поздно. Фактическое время доставки. Ну, давай. Ну, реально я не могу сказать, что это прям круто, что вот настолько ограниченное время. Тем более нет какой-то упоминания о том, что ребята, да. То есть на сайте делаешь заказ, например. Заказал в 9. А тебе говорят, наш ресторан. Ну, там было какое-то сообщение, типа, откроется во время работы ресторана. То есть после этого привезут. Но какое-то время никто не знает. Я думаю, ну, в 10. Ну, типа, в 10 откроется там. В 11 привезут. А потом мне звонят в итоге. И говорят, что, елки, после 12 только. В общем, фактическое время доставки я поставлю 3. Все. Вот так вот. Поняли. Наличие сдачи у курьера. А мы карточкой им платили же. Карточкой, да. Блин, ну, там, по-моему, можно было выбрать сдачу. Вежливость персонала. Давай я поставлю 5. Потому что, ну, курьер красавчик вообще. Курьер разрулил. Фирменная упаковка 5. Качество упаковки обалденно. Температура блюда. А я поставлю, кстати, качество упаковки 4,5. За то, что соусы протекли. Знаете, что? Вот так-то. Температура блюд, ну, тут, блин, 0,0. То есть, 0 и остается нулем. Потому что очень все холодное привезли. По весу кое-где недовесы были. Поэтому, ну, критичного ничего абсолютно. Поэтому я поставлю 4 балла. Вот по вкусу тоже очень странно. То есть, я тут ожидал. Это, конечно, ресторан типа на пятерку. Вот как Павлин Мавлин, к примеру. Да, вспоминая нашего топа. Он до сих пор топ после свержения Достоевского, после переобзора. Возможно, и Павлин Мавлин тоже будет повержен, как еще раз, если закажем. Но тогда мне что-то вот прям все-все... Я помню этот обзор прекрасно. Все подряд понравилось. То есть, прям каждое блюдо понравилось. Тут нет такого ощущения. То есть, кафе Урюк немножко поскромнее по вкусу. Я поставлю... Блин, я 3,5 поставлю. Серьезно. Ожидал большего. Внешний вид, ну, внешний вид офигенно. Все выглядит у них на самом деле. Все очень здорово. Температура напитков. Пятерка. Лимонад вообще шикарный. Прям за напиток ставлю 5. Возможность оплаты картами есть. Мы ей воспользовались. И адекватность цены к качеству. Вот здесь я поставлю 2. Потому что, пожалуй, нет такого прям вау-эффекта какого-то, чтобы я за это был готов платить. И тем более, мне кажется, места такого уровня не должны вводить в свое меню. Брать за это деньги по блюдам, в которых они не разбираются. 67,4 балла набирает у нас Урюк. Это не хорошо, не плохо. Это среднее. Спросите меня, буду ли я там заказывать. Или заказал бы ли я там еще раз. Пожалуй, нет. Потому что мне немножко странно, что, в принципе, уважаемое, обеспеченное заведение, у которых отличные рестораны, с отличной атмосферой. Но которые позволяют себе делать блюда, в которых они не разбираются. И брать за это деньги, ну, это очень странно. Ну, серьезно. То есть, если, окей, вы разбираетесь в мясе, вы разбираетесь там в узбекской кухне, вы разбираетесь в манты, делаете вкусно, да? Но вы не разбираетесь в грузинских хинкали и не умеете делать хачапури. Зачем это делать тогда? Ну, мне это странно. То есть, ну, хотя многие скажут, да, вроде манты и хинкали, они идейно похожи. Да, но почему-то манты вкусные, а хинкали нет. Вот это парадокс. Хотя, с другой стороны, вот если взять, для примера, самсу, да, узбекская самса в тандыре, она невкусная, равно так, как и грузинские хачапури-паджарские. Я уж не говорю про роллы. Это, конечно, совсем от лукавого. В общем, мое мнение такое, что если вы хотите в ресторанчик, заедьте, можно перекусить, что-то найти. С доставкой нет. С доставкой точно нет. Это не хлебосольное. То есть, это шашлык лучше где-нибудь на гриль.ру заказать. Роллы, очевидно, тоже в других местах. Хинкали, манты вообще, да, на манты-ман, пожалуйста, заказывайте. Вот позапрошлый обзор, ссылка была, заказывайте. Там и дешевле, и реально вкуснее все. Вот такие дела. А самсу купить около метро где-нибудь у узбеков, они вкуснее вам сделают, серьезно. Хотя тут тоже, наверное, делают узбеки, но что-то не сложилось. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте, самое главное, заходить на сайт Покошеварим, где мы ведем рейтинг всех мест, где мои зрители выкладывают свои отзывы о компании. То есть, если вы что-то заказываете, сфоткайте, ради бога, на телефон, зайдите на сайт, прям вот, прям с телефончика все выложите, и все, отлично. Будет отзыв, будет дополнительный отзыв, люди будут знать, вот, как у них там качество может поменялось. Я говорю, хорошо, а через месяц плохо стал, правильно? Только благодаря вам вот эта информация актуализируется. Отчетов уже очень много, спасибо всем, кто участвует. Я пойду все это переваривать, короче. Кайфанул я, да не особо. Не особо кайфанул. Но напиток ничего. Всего вам вкусного. Лимонад вкусный, правда. Кайфанул я Bread. Продолжение следует...